Друзья, всем привет! С вами Куэрит, находимся в гильдии гладиаторов и продолжаем дальше играть. Итак, у меня пиромант один взял второй левел, давайте, наверное, ее вкачнем. Вот ее надо, конечно, я думаю, в интеллект, конечно, вкачивать, хотя у нее, смотри, тут сила и интеллект влияет. Выстреливает огненный болт, который наносит 54 урона. Радиус, на радиус влияет сила тоже, да, а вот горение, на горение уже влияет интеллект. Ммм, время на выполнение, тут уже влияет ловкость. Блин, я не знаю, то есть ее, получается, надо и силу, и интеллект, и ловкость как-то одинаково вкачивать, я прям не знаю. Ну давай, ладно, тогда вкачаем интеллекта, вот так, и силу тогда на 2 вкачаем, вот. Вот так пускай будет, не знаю, хочу, чтобы было вот так. Так, все, назад. Значит, у нас получается вот такой отряд сейчас, я бы вот эту, наверное, девочку еще убрал, продать. Вот, возьмем потом вместо нее кого-нибудь другого. Мне очень понравилась вот эта пачка, то есть 2 копейщика, орк и пиромантка, прям мне зашли. Я еще хотел поинтересоваться, ребят, если кто-то знает, напишите, можно ли какие-то скинчики им где-то брать? Если можно, это было бы неплохо. Если нет, ну, как бы, если нет, то значит нет. Есть банк, в котором можно обменять ресурсы на какие-то, на какую-то валюту. Доната, я так понимаю, в игре нет. Ну, по крайней мере, я его здесь нигде не вижу. Донат, может быть, он где-то и есть. Но это на самом деле хорошо, что его нету. Так, мы тогда продолжаем. Магазин гладиаторов. Значит, что у нас тут интересно? О, четвертого левела, смотри какой есть, офигеть. У меня, правда, нету на него денег. Но, окей, ждем тогда, ждем и идем дальше сражаться. Это что у нас? Улучшение для магазина предметов обновиться. И обновиться... Можно, кстати, будет что-нибудь купить. Несколько крестьянских семей отказались платить налог на урожай. Ага, ну, давай, пойдем, подеремся с ними. Их там, правда, пятеро. У меня бойцов будет четверо, но я думаю, что мы их завалим без проблем. Вот так делаем, погнали. Сразу появляется собакен. Который немножко отвлекает там на себя врагов. Все, изи. Это тяжелое решение, но это должно было быть сделано. Да, понятно, понятно. Вот, мне нравится вот эта перчатка. Синий самоцвет и обычный хит. А, два только могу взять? Блин. А что за синий самоцвет? Получает интеллект на шесть и ловкость на два. Ой, блин, это бы хорошая вещь. Она бы зашла бы пироманту идеально. Здоровье на сто очков и ловкость на четыре. Здоровье на двести и силу на два. Блин, возьмем, наверное, кожаные перчатки. Вот так, наверное, возьмем. Правило есть правило. Так, значит, пироманту мы тогда ставим... Подожди, вот эту штуку? Нет, вот эту штуку. Вот, хорошо прям. Забустила ее. И тогда кому-нибудь... Может... Нет, собаку я хочу оставить. Мне надо, чтобы... Для разбойки требуется таверна второго уровня. Подожди, а таверна у меня... Может, я могу ее сделать? Нет? Чека гладиаторов, зарплата гладиатора, храм воскрешения, каз... Вот, таверна. Вот. Улучшить. А, мне дерева не хватает. Блин, десять дерева не хватает. А я могу что-нибудь как-то обменять на дерево. А, я могу купить, да? Десять дерева я могу купить за... Чё за... А, за пятьдесят монет. Давай купим. Гильдия. Таверна. Улучшить. Вот, хорошо. Хорошо. И у нас, да, открываются дополнительные ячейки у копейщиков. Топчик. Всё. Ну, в принципе, без разницы кому. Просто ставим перчатку. Одному из... Ледяная сфера. Её бы продать, наверное. Мне кажется... Хотя там будут какие-то маги льда ещё у меня дальше. Наверное, я пока оставлю. Пускай лежит. Так, всё. Давай, двигаемся дальше. Скидки сейчас... Подожди. Давай, на что-нибудь посмотрим. По скидкам. У меня вроде бы деньги есть. Скидки на перчатки есть. Это можно копейщикам, кстати, дать. Будет довольно неплохо. Одну какую-нибудь перчатку. 20% скидка. 50% скидка. Глянь. Вот два абсолютно одинаковых предмета, да, третьего левела. Только на одну 20% скидка, на другую 50%. Естественно, вот эту прям выгодно покупать. 50% скидка. Офигеть. Вот. Есть ещё щит. Тоже, смотри, с хорошей скидкой. Есть оружие тоже с хорошей скидкой. Да, покупаем. Покупаем. Вот так. Так, всё, выходим отсюда. Давайте перейдём к нашему... Подожди, а я могу построить? Нет? Казарма. Хижина берсерка. Дерево надо, блин. Дерево вообще нет. Ладно, тогда идём, смотрим, что тут. Здоровье просто повышается. А здесь здоровье и очки силы повышаются. Вот так делаем. Будет выгодненько. Так, топорик силу повышает. Скорость повышает, очки выносливости. Давайте топорик ему лучше поставим. Вот так будет, мне кажется, поинтереснее у нас. Берсерк наш. Его можно, кстати, переименовать. То есть можно... А, подожди, а я могу его по-русски назвать? Берсерк. Ну, или пускай он будет Орксон. Орксон. Вот так пускай его будут звать. А вот. Так, а этих двух зовут одинаково. Ну, пускай это будет... Копейщик 1. И копейщик 2. Напишите, ребят, давайте вы мне предложите, как назвать копейщиков. Одного и второго, типа. Одному и второму напишите имя в комментах. И напишите, как назвать мою пиромантку. Я потом вас обязательно почитаю. Так, значит, по копейщику, да? Здесь у нас 3 предмета, здесь 2 предмета. Ну, вот давай ему перчатки дадим и ботинки. Вот. А этому как раз броню дадим. А, у него есть одна броня. А, я могу еще одну дать? Типа, 2 кутки просто одел, чувак. И довольный ходит. Все, нормуль. Давай, идем на арену. Значит, у нас 1 на 1. Давай, смотреть, что тут у нас. Рыцарь 2 левела. Вообще на изи. Я бы, наверное, копейщика... Хотя нет, копейщик, наверное, не выставить против него. Придется орксона ставить против него. Орксон. Фас. Немножко увеличим скорость. Все, развалили. Вообще без каких-то проблем. Дали зелье. О, дали дерево. А вот дерево, это хорошо. Так. Пропускаем время. Чемпионат скоро начнется. Да, я так предполагаю. Остановить оживление мертвецов. Нам нужна ваша помощь. Милорд, церковь мертвых подняла наших предков из могил и превратила их в Упере. И они намерены в ближайшее время поднять еще больше. Да, давай остановим. Давай остановим мертвецов. Это, видимо, воины... Ну, типа... Воины-нежити, да? Двух я могу только поставить. Ну, ставим вот этого и, наверное, копейщика, потому что... Хотя нет, но я думаю, что пироманта тоже можно против них поставить. Палач. Погнали. Ой, он кого-то вызвал, какого-то гуля. Бам. Ой-ой-ой-ой-ой, больно-больно. Четвертый левел. Орксон четвертый левел получает. Просто один удар был по голове и все, разлетелся этот некроман. Пожалуйста, спасибо, милорд. Мертвецы могут покоиться с миром. О, камень и металл. А, либо камень, либо металл. Давай металл возьмем. Его у нас меньше. 45 монет. Неплохо. Неплохо. Так, магазин гладиаторов. Кто тут у нас имеется? Вот, видишь, есть вот такой вот... Азраэль. Это вроде как маг льда. Ледяной болт. Выстрел с сосулькой. Так. Пока пропускаем, да, все это дело. Да, пока пропускаем. А, можно Орксона улучшить. Ну, также немножко вкачаем ему, допустим, 3 очка потратим на силу. И остальное на здоровье. Так, вот это... Почему эта неделя красным светится? Интеллект всех гладиаторов уменьшен... А, смотри, на 30%. Офигеть. Интеллект уменьшен на 30%. Двое против двух. То есть, получается, что... Не особо выгодно сейчас пироманта брать. Ну, давай. Давай, наверное, покачаем тогда наших копейщиков. Копейщиков пацанов. Даже без Орксона. Просто двух копейщиков. Пускай они качаются. Они же еще типа в пати, там друг друга бафают. Ну и плюс волк у нас еще этот бегает с нами. Отлично. А если взять еще одну собаку, то это, получается, мы двух спауним, а их типа четверо будет на арене. Тоже прикольно. Мне кажется, этим надо пользоваться. Три некромантов трава левела. Пойдем убивать их. И мне, получается, тоже только троих можно взять. Но давай копейщиков возьмем. Я правда не знаю, они вообще выстоят. Но у них вроде бы... Можно вот так, наверное, взять. Да, без пироманта, наверное, пойдем. Вот так, чисто. Или можно копейщиков поставить здесь. Смотри, а берсерку мы можем задать. Сфокусироваться на врагах дальнего боя. Либо на врагах поддержки. Вот так. Сражение. И он, по идее, должен пойти сразу на этого. Да, смотри, вот. Видишь, он идет. Копейщики пока будут разбираться с этим. Все, на изи. Разобрали. Третьего левела стали копейщики. По-моему, оба. Или один. Оба, да. Прошло, спасибо. Пусть мертвы спят спокойно. Дерево возьмем. Дерево для того, чтобы Орксона вкачать. Точнее, домик у Орксону вкачать. Где он у нас? Вот, хижина берсерка. Улучшить. Все. Так, теперь мы идем в Орксона. Ему два предмета надо каких-то купить. Тут сейчас как раз будут скидки. Купим ему два предмета. Пока вкачаем копейщиков. Я думаю, силу вкачаем на два. Ловкость на два. И на один вкачаем здоровье. Два. Два. И здоровье. Хорошо. Магазин гладиаторов. Ну, тут, наверное, покупать некого. Второй левел. Да, покупать некого. Ждем. Сейчас будут скидки. Вот. Магазин предметов. Заходим. И тут по скидке у нас всякие ништячки. А у нас у Орксона что? Топор и щит есть, да? Ну, в принципе, без разницы. Можно хоть, я так понял, четыре топора ему поставить. Но все равно, типа, для красоты хочется, чтобы предметы были разные. О, смотри, здоровье на 400 очков аж. Повышает. Офигеть. Да, да, возьмем вот эти перчатки. А, не хватит на шлем. Ну, ладно. Хотя бы просто перчатки тогда возьмем. Либо щить можно. Не, не хочу тратить деньги. Просто тогда перчатки ему поставим Орксону. И все. Вот так. Хорош. А что у него за значок? А, измененные приоритеты. Все. Хорошо. Спасибо. А то я, я, я на самом деле уже об этом забыл. Так. Пропустить чемпионат. Нет. Какой ты че, блин? Спятил чемпионат. пропускать. У меня четверо. Блин, наверное, стоит перед чемпионатом еще кого-нибудь нанять. Потому что вдруг. А вдруг не получится. Ну, типа, кого-нибудь убьют. Четвертого левела копейщик. Блин, 150 мая. А я могу что-нибудь продать. А, ну у меня тут ничего такого прям дорогого нет. 5, 20. Продать. Вот этого я бы взял. А, у него, у него, у него какой-то деба... Давай, блин, у него же дебафф там есть. Выносливость снижена на 30% в начале боя. Офигеть. Блин. А, а как-то можно от нее избавиться? Наверное, нет. Зря я его взял. Ну ладно. Плюс один копейщик. Ах! Черт! Ладно, идем дальше тогда. Так, тут уже... Тут уже больше будет сражений. Слушай. Ну давай. Тут уже сложные ребята. Четвертого левела идут. Слушай. Ну только с... Ну только с вот этими бабками я, в принципе, могу сражаться без каких-то проблем. Троих? А, ну типа у них четверо, а я только троих могу заспаунить. Это странно. Ну давай как-то тогда вот так сделаем. А, они еще и дальнего боя. Я думал это ближнего боя бойцы. Нет, дальнего. Минус пиромант. Супер. Супер. Теперь у меня все будут только ближнего боя воины. Ех. Ладно. Восьмого уровня рыцарь. Нихрена себе. Ну тоже пойдем на этих бабок. Всех копейщиков тогда берем просто тупо. Не, давай, наверное, орксона лучше возьмем. Вместо вот этого копейщика орксом. Пускай идет сражение. Бэм! По голове. Бэм! Бэм! Да, орксон красавчик. Так, четвертого левела получили у нас копейщики. Это хорошо. Давай их вкачаем так же. Как и в прошлый раз. Два очка в ловкость, два в силу и один в хп. Хорошо. Следующее сражение. Так. Шестого левела. Блин, ну не. Она, наверное, будет слишком сильная. Навряд ли я смогу ее убить. Вот здесь норм. Типа. Так, орксон сразу идет к этой лучнице. Надеюсь, он к ней дойдет. Дошел. Все. Ему было самое главное дойти. Он, конечно, медленный. Но если дойдет, то это как бы уже сразу, извините, до свидания. Следующее сражение. Ну, здесь, кстати, здесь вот я смогу, наверное, победить. Мне кажется, смогу. Ну, типа должен. Ну, да. Вообще, почему-то очень легко. Так. Вкачаем орксона. Два в силу давай вкачаем. Основное в хп. Так, дальше идем. Два, два, шесть. Тут тоже, я думаю, сможем пройти. Шестой левел. Но я думаю, что это не страшно. Три копейщика. И мне кажется, они его просто заколят сейчас. Ну, да. Вообще спокойно. Все. Просто два удара. И минус шестого левела танк. Танки очень слабенькие. Вот копейщики топ. Вообще, копейщики прям офигенные. Следующее сражение. Шестого левела какой-то бомж. Кто это? Просто какой-то крестьянин? Ну, давай. Пускай. Пускай. Танки тогда... Ой, точнее, копейщики вот тут стоят. А это типа будет заходить как бы сзади сбоку. Бэм. Бэм. Хорош. Открыть. Открыть. Так, ну... Ну, неплохо, кстати. Денег неплохо насыпали. Денег прям неплохо насыпали. У нас открывается следующая локация. Храм. Угу. А я могу чемпионат проводиться в начале каждого месяца. А я могу, например, опять отправиться на какую-то... арену, где я уже был. Ну, например, если захочу немножко подкопить денег. Наверное, смогу. Я так думаю, мне это кажется. Так, продаем этого нахрен. Он, короче, вообще бесполезный. Я только зря потратил на него деньги. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Все. Так, девочку нашу. Блин, как бы ее вкачать тоже. Наверное, ее тоже придется продавать. Покупать сразу уже высоколевельного пираманта. Ну, только видишь, второго левела здесь есть. Может, вместо пираманта попробовать криаманта взять? Ну, иной болт. Он, типа, замораживает. Не, мне больше нравится пирамант. У нее офигенная ауешка. Ауе атака у нее неплохая. Так, интеллект повышает. Сюда ставим щит. Интеллекта на 8. Интеллекта на 2. Вот так ставим. Колечко. Ну, пока ставим колечко. Пускай лежит. Все. Так, дальше. Гильдия. Что у нас тут? А, у нас что-то открылось. Охотничья изба. Оу, слушай, у нас открылся какой-то гном. И храм мага ассасин. Хочу ассина. Хочу ассина. Хочу ассина. Здесь и дерево надо. Ну, давай пока подождем. Есть какие-то задания. Зачистка храма. Ни хрена, если че вас так много. Вы кто вообще такие? Кто это? Когтистый бес. Не, ну мы их заберем, я думаю. Только мне надо подождать, пока пиромант наш отхилится. Хочу ассина. Очень сильно. Хочу ассина. Насчистка храма. Так. А, только три бойца. Ну, в любом случае, даже три бойца справятся тут без проблем каких-то абсолютно. Хотя, надо было, может, пироманта взять, чтобы она покачалась. Ладно. 207 опыта, кстати, дают. Не, не, не слабо так. А, ближай, работа. О, два кольца, смотри, на интеллект. Я могу прям два кольца на интеллект вот эти взять? Ну, давай возьмем, хорошо. Два кольца на интеллект. Правда, мне их пока ставить некому, но я думаю, потом в будущем будет кому. Аура силы. Сила всех гладиаторов уменьшена на 30%. Ммм, плохо. Плохо. А где вот тут... А, вот. Четырех я могу взять в бой. Показано. Так. Погнали. Все бьют по моему пироманту. Опять ее убили. Елки-палки. Чего ж она такая неживучая-то? Так, есть какое-то железное копье и железный кинжал возьмем. И у меня заканчивается место. Кстати говоря. А когда там магазин гладиаторов обновится? Я могу, в принципе, так обновить бесплатно. Но ассасина я тут не вижу. Придется ждать. Вот он здесь у нас обновится. Тут будут еще скидки какие-то. Улучшения в магазине. А, она получила левел. Хорошо. Хорошо. Немножко ловкость. Немножко интеллект вкачаем. Надо было, может, хп еще ей немножко вкачать. Ну да ладно. Ловкость на 12. Сила на 14. Давай кому-нибудь раздадим. Вот так. А, подожди. Нет, наоборот. Вот так. Сила на 4. Вот так. Скорость на 2. Выносливость на 40. Вот так. Вот так. Ловкость 42. Офигеть. Еще так много. Ну, в принципе, все. Надо, надо чего-то, блин. А, надо улучшить. Гильдия. Вот, за 5 камня. За 10 камня. За 15 камня. Ну, вот так давай. Улучшим, чтобы уж точно было место, если что. Идем на арену. Трое против троих. Так. Сюда. Сюда. И сюда. Разберут, как нифиг делать вообще. Good job. Что нам дали? О. Плащ ассасина. Блин, я хочу ассасина. У меня даже плащ же выпал на него. Дайте мне ассасина. Пожалуйста. Так. Давай вкачаем, наверное, сразу. 10 дерева надо. Да, у меня 5 дерева есть. Где взять 5 дерева? 5 дерева в банке можно взять. За денежку купить. Храм мага ассасина. Храм мага ассасина. А, подожди, это маг какой-то ассасин. Ну ладно. Купим. Пусть будет. Храм мага ассасина. Тек. Тут пока никого еще нету. Ну, сейчас уже скоро... Скоро кто-то там должен появиться. Я так думаю. Ассасин. Есть! Четвертого левела сразу. Теряет 40 выносливости в начале. Блин. Ну, это много 40%. Ну, другого нету. Сколько он стоит? А, он 100 монет всего стоит. Покупаем. Я хотя бы просто посмотрю, как он играется. Что он вообще делает. Сразу поставим ему курточку ассасина. И поставим, наверное, ботиночки, которые как раз-таки ему немножко дадут выносливости. Которую он там может потерять. Видите ли? Опыт полученный за битву увеличивается на 50%. Хорошее зелье, кстати. Выносливость на 180 повышает. Такое, 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 такое. Так. Все. Пойдем посмотрим, что за ассасин. Как он у нас играется. Сюда, на арену. Принять. Создать новые выборы. Вслепую. Трое против. Давайте трое против троих. Их, наверное, возьмем сразу. Пойдем сюда поиграем. С этими сваргами. Ваграми. Ну, вот такой ассасин. А он, интересно, как? Типа телепортируется или передвигается по карте? Сейчас надо будет на это обратить внимание. А, он типа уходит в тень, да? То есть по нему, я так понимаю, не могут попасть. Ну, не знаю, насколько он сильный. Или нет. Ну, я думаю, что в пачке он точно пригодится. Ну, типа, по-любому он будет не лишний в моем отряде, скажем так. Так, там предметы какие-то у нас появились. Нагрудник с шипами. Синий причем, да? Типа, редкий. Ловкость. Ну, блин, я не знаю, стоит ли. Ну, давай купим, ладно. Тогда перчаточки. Блин, нет. Надо покупать, когда будут скидки. Чего я туплю? Покупать нужно всегда, когда скидки есть какие-то. Когда скидок нет, никого покупать не надо. Надо это себе взять. За основу. Вот есть вот такой ассасин. После смерти этого гладиатора враги теряют 20 от всех очков здоровья. Нихрена себе. Гладиатор получает 150 к ловкости, если его здоровье и выносливость ниже 30%. А, и здоровье, и выносливость. Ну, не знаю. Не, ладно. Оставим пока того, который у меня есть. Так, кинжальчик. Ассасинушки. А, блин. А, блин. Апнуть могу? Нет, дерево надо немножко. 15 дерева. Ну, давай, ладно. 15 дерева это, в принципе, не особо много. 60 камня, правда, там еще надо. Ну, ладно. Апнули тогда ассасина. Ну, и тогда нагрудник, почему нет? Подожди, а у него от интеллекта что-то зависит? Значит, обычная атака у него зависит сила и ловкость. В основном от ловкости. Здесь тоже от ловкости. Здесь от ловкости. Вот. Удар тени. Наносит врагу, сбивая его с ног. Взывает кровотечение. Вот здесь от интеллекта зависит. Ну, давай ему тогда колечко-то поставим. Даже можно два колечка поставить, мне кажется. 656 урона. Удар из тени. Ну, типа, прям очень сильный удар будет. Так, там появились... Обновились. Четвертого, пятого левела. Так, хорошо. Давай. Пробежим сейчас здесь по миссиям. И уже будет у нас новый чемпионат. Ассасина точно надо ставить, чтобы он сражался... А, он и так сражается, получается, с бойцами дальнего боя, да? Вот как-то так. И, наверное, тогда мы эту тоже поставим, чтобы она тоже по дальнему бою стреляла. По-ближнему не надо. Ну, вот так пускай будет. Низкий. Приоритет. Погнали. Вот, он типа бежит в тени, то есть его не видно. И его первый удар, я так понял, из этой способности наносит вот эти вот как раз-таки 600 там с лишним урона. Это неплохо. Берем дерево, да. Берем дерево. Дерево. Дальше. Деревня артефакт. Не крылася тут толпа какая. Ну, я думаю, что я им тоже наваляю. Пироманта поставим. Как бахнет по ним. Один раз. Тем более, они все второго левела там, типа, это вообще будет изи. Как бахнет разочек. Давай разочек. Бам. Отлично. Ну, ее, правда, убили, но все равно. Нормально, нормально. Ну, как быстро, смотри. Ассасин прям очень быстро бегает. По территории. Так. Одеяние ассасина взять? Вот этот кинжальчик? А, я могу одну награду оттуда, одну отсюда взять? А, ну, пускай тогда вот так. Возьмем деньги. Или не, давай возьмем металл лучше. И вот эту куртку. Да, я думал, что можно взять только из какой-то одной ячейки. Оказывается, нет. Вот так вкачаем. Вот так. Вот так. Отлично. Смутьяны застряли в храме. Опять эти же самые маленькие гномики. Погнали. Бэм, ваншот. Просто. Один удар и все. Да, я не жалею, что я взял ассасина. Выберите одну награду. Ну, хорошо, возьмем дерево. Так. Сила. Ну, в силу, да. Ловкость. Ловкость тоже, да? Давай возьмем, наверное, ловкость. Тоже вкачаем орку. Она у него вообще не прокачена. Местоположение смутьянов. У меня же шли слухи, что крестьянок, скрывающих смятежников в древнем храме. Ты вообще ничего не знаешь об этом? Конечно, я всегда взаимностное одолжение. Можно устроить хорошую скидку на гладиаторов. Да, я слышал. Да, конечно. Уважение, дружелюбие, нейтралитет. Так, древний артефакт. Это здесь, прямо в этой... Ни хрена себе. Древний зомби. А я его смогу убить? Шесть воинов. У меня пять. Может, кого-то еще тогда прикупить? Подожди. Хочу посмотреть на них. Ну, тут все те же самые стражники. Так, а в гильдии... Нанять охотнику. Вот это, наверное, стрелы врагов ближнего боя с расстояния. Стрельбищем. Хм... Может, мага льда еще взять? Блин, маги не такие хлипкие. Охотничья изба. Попробуем взять вот этого, дядьку. Но его, наверное, здесь не будет сейчас. А, ну он как бы здесь и был бы, если был бы. Может, тогда взять еще одного ассасина? Ассасины-то, в принципе, как бы неплохие. А нету этого почему-то. Стрелка. Стрелка почему-то нету. Ладно, тогда вот этого возьмем. Ассасина 4-го левела возьмем. Все, двигаемся дальше тогда. А, нет, подожди. Подожди, подожди, древний артефакт. Давай сначала попробуем убить босса. Агномы, да. Принесем артефакт. Выставайте машину времени с гномами. Не неси ерунды. Да, я работаю с гномами, но это всего лишь обычная технология. Ха-ха. Ладно. Погнали. Попробуем убить босса. Блин, босс офигеть. Здоровенный какой-то древний зомби. Больше похож, как будто убили демона, и он стал зомби. Ну это типа странно, как минимум. Так, 6 бойцов я могу взять с собой. Вот этому магу, ассасину мы сейчас шматья накидаем, чтобы он посильнее стал. Вот. Интеллект. Опыт. Опыт мы вот этому дадим тогда. Скорость очков. Выносливость. Здоровье на 150. Силу на 3. Вот. Как-то так, наверное, мы это все дело расставим. Я просто не знаю, насколько он сильный. Ловкость на 9. Давай вот этому дадим. Вот так, пускай будет. Все, значит, ассасины у нас идут в угол. Будут атаковать, получается, с угла. Э, ставься, ты чего, блин? Вот. Ну а вперед тогда идут копейщики. С нашим Орксоном. Вот как-то так. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В смысле? А. Фу, я думал он их убил. Не, они еще пока живы, но вот Орксона убили. Ассасины не могут, не могут подойти даже к нему. Не могут убить. Слишком слабые. Не-не-не-не-не. Блин, плохо. Я, может, попозже тогда к нему приду. Ладно. А, блин, у меня все ранены. А я не смогу, да, сейчас, получается, принять участие в битве. Да. Ай, надо было на арену сначала идти. Ладненько, ребят. Тогда на сегодня будем заканчивать. Придется пропускать чемпионат. Видите, зря отправился на босса. Вот. Если вам понравилось и вы хотите продолжение, то я жду от вас лайков. Тридц лайков. Я с удовольствием продолжу. С вами был Кора. И всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok